Царь небесный, утешитель души истинной, И же везде сын, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни богателю прийти вселенной, И очистены от всяких скверных, И спаси блажные души наши. Хорошо, Отец наш небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас, принять Слово Твое Святое, которое раскрыл Ты перед нами, Господи, и даром, Господи, впоследствии все исполнить, чтобы Ты заповедовал, ибо Ты сказал, что ученики Твои не те, которые слушают, читают, а те, которые исполняют заповеданное Тобою для спасения человека. Слава Тебе за все, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. На имя Отца Иисуса Христа, и Святого Духа. Давай, брат, читаешь и поешь. Если что, я вопросы поставлю. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Толкование. Это Филакто Болгарском. В вас не пребывает Слово Божие, то есть Писание, свидетельствующее обо мне. Сказал, думаете, объявляя, что они поистине никакой пользы от них Писаний не получали, так как ожидали спасения от одного только чтения, не прилагая веры. Вы меня преследуете под тем предлогом, что любите Бога. Иудеи действительно не имели любви к Богу, потому что гнали самосущую любовь Сына Божия. Иудеи действительно не имели они в себе и Слово Его пребывающего, ибо отказывались от Слова и Бога. Вот знаете, слова. Да, Бород. Ну, давай, кто сказал, когда сказал, кому сказал, зачем сказал, и мы сейчас многое найдем здесь. Исследовали Писание. Для чего исследовали Писание? Кто говорит это? Христос. Господь Иисус Христос. Исследуй, говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А это, то есть, мы говорим о Ветхозаветном? Писание еще Ветхого Завета, наверное, вечное. Отлично. Писание, конечно. Они исследовали их, потому что они буквами написаны, и ты можешь опять вернуться, и это слово не перескочит обратно, оно будет на том же месте стоять. Вот, что важно. А когда говорим предание, то ты вдруг, вот как ты сейчас сказал, а вдруг мы согрешили, вдруг там то, ну, слава Богу, у нас есть Священное Писание, мы этот Завор огородили, и мы этого еретика вычислим в конечном итоге. Он вычислится. Если с нами есть, пить, исследовать Слово Божие, когда-нибудь ты вылезешь, уж сколько их вылезло. Вот отличие ереси, еретического мнения от просто ошибочного суждения. Вот ты сказал по ошибке просто, слова неправильно поставил. Да, я понял. Ты думаешь правильно, а вот, ну, все просто, брат, что-то у тебя там... Все просто, повтор, повторность твоя. Как-то раз сказал, и не то слово. Да, да. А на самом-то деле не так. Я тебе говорю, что... Я это имел в виду, что если что-то сказали по ошибке, перепроверить, задать вопрос, и тогда уже более детально исследовать это. Вот исследуйте Писание, уже как я понял. Еретик это тот, кто постоянно, как ты говоришь, ошибка бывает. Ошибка, да, бывает, и я, бывает, что-то там ляпну, потом кто-то скажет, а вот там такое-то я. И там говорит, записано. Хорошо, что ты сказал это. Я так не думаю об этом. А что я так сказал иной раз, действительно. Помнишь, как мы приехали в Тольменку? И я начал молиться и говорю, и сказал, Господи, вы там это, благословите. И они, там эти женщины были, которые пришли за встречу, то есть с православной церковью, они, какой вы? А с чем мне началось это вы? Я не мог понять. И Игорь такой, да там вот несколько раз, Слово Божие, встречается, что мы там сойдем, там мы там... Ну и вначале сам Господь говорит, мы... Ну еще там во второй главе, в первой главе. И все, и я, главное, не знаю, что сказать-то. Вот попался и все. А они такие, о, так вы вот, вы иеретики. Понимаешь? С чем мне вы это? Ну как-то... У меня что-то такое торжество такое было. И я прям вот на подъеме на таком, что сейчас с людьми будем разговаривать, с православной церковью. Это еще в самом начале, когда мы не благовествовали так вот в открытую, а кто-то нас где-то там звал, там и так далее. Занесло. Ну что-то такое торжественное. Я что-то... Вы, Господи! Потом они такие, что? А потом я перешел на ты, да. Ну и все, я... Игорь это смотрит на меня, думает, надо помогать. И начал помогать мне. Ты не помнишь это уже? Да, извини. Ну помог ты, ты помог. Ты, брат, очень в этом плане... Утвердый. Утвержденный. Это не Слава Волков, который начинает плавать, когда с кем-то там разговаривал. Его все время заряжать надо было. Слава, ты только не говори ничего против. Я буду говорить, подумай сначала. То есть исследуйте, это как призыв. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. То есть получается так, они думали уже. Они думали именно через Писание иметь жизнь вечную. Но, получается, не исследовали как должно. Не прилагали к этому. Написано, что... Так как ожидали спасения от одного только чтения, не прилагая веры. Веры. Не прилагая веры. Здесь не то, что они исследовали мало. То есть мало времени проводили. Они проводили очень много времени. И у них было разложено практически... Научно обосновано даже. Именно на Слове Божьем. Но не прилагали веры. Вот в чем дело. То есть у них никого не было мудрого. Такого, как Авраама. Вот Гамалиил появился вовремя. Вовремя. Апостол Павел ученики спасены. Апостол Павел как бы подзащищен. Потому что он сказал, когда учеников отпустили. И это был прецедент, чтобы дальше отпускать христиан. Не сразу убивать хотя бы. Понимаешь? А все почему. Гамалиил в конечном итоге показал, что он верующий, как Авраам. И поэтому он принял Христа веру. А дальше вот эти все очень сложно. И многие священников приняли, уверовали, написано. А дальше как куда они пошли? Они священники Ветхого Завета, а не Нового. Они остались пресвятерами. Где-то по каким-то весям городам или что. Вопрос тоже у меня. И я нигде не вижу, чтобы там был священник. Всех рукополагали за Нового священства. А это было очень важно, чтобы священники были с народом. Потому что народ шел к священникам. Вот что самое главное. И сейчас все то же самое мы видим. И значит, если Христос говорит, вы исследуете Писание. Он не говорит это о народе. Народ некогда исследовать Писание народу. Народ слушает книжников, фарисеев, садукеев. Вот три партии было. Книжники это даже не партия было. Две партии, три это и все еще. А книжники, они могли к любой относиться партии. И к садукеям, и к фарисеям, и к иисеям. Как он исследует это Слово Божие. Что он нашел. А почему? Они были, эти люди были рядом, прям с Писанием. Не у каждого было Писание. Ну ты сам понимаешь. Что такое иметь Писание? Ветхий Завет. Ну, даже пятикнижье. Чтобы оно было именно, сертификация была его. Что его именно там где-то переписали. В надежной школе. Это очень сложно было. Это очень. Как сейчас, допустим, ты захочешь узнать что-то о начале Второй мировой войны в России. В России. Когда нападение в 41-м году. И ты не узнаешь ничего. Почему? Все засекречено. Вот вопрос. И там то же самое было. Там все было засекречено. Ты не мог сам переписать. Вот, допустим, что-то услышал где-то и сидишь переписываешь. Потом опять пришел, там сказали, ты запомнил и опять переписываешь. Это вот тебе забракуют. Ты что там? Ты откуда взял? А я вот там сидел и переписывал. Ой-ой-ой, ты что? Все должно быть только у нас. В нашей храме только свечки правильные. Только у нас книги эти нужные, проверенные. Как ты говоришь? Если речь шла о сохранении Священного Писания, вот как раз в то время, то я думаю, это было важно. Потому что если бы каждый придумывал свое и записывал, то есть поэтому и сохранялось там до буквы, там подсчеты велись, я так понимаю. И чтобы дошло Слово Божие неповрежденное. Совершенно верно. И поэтому Господь говорит, когда вы исследуете Писание, и когда начинает говорить о народе, священники толковать это все, это так даже смешно. Ну смешно. То есть нам надо теперь местами Священного Писания показать, что не народ исследовал Писание, не народ. Народ принимал исследуемое кем-то. Это надо, значит, что, открываем Неемию, 9 главу, 8 главу, 9 стих. Давай я его открою, прочитаем. И будет у нас хоть какое-то понятие, что нам нужно дальше куда идти. Как доказывать, что это не у рядовых людей исследование было. У них же не было толкования, как у нас, да? Они Писание изучали сами толкования. Ну, были синагоги. Я про что и говорю. Вот сейчас, так, что я сказал, какое? Неемия, да? Святых отцов, что ли? Это кто у нас, Неемия, пророки или нет? Я, да, наверное. А, это пророки, мертвые. Так, все, сейчас Неемия будет. Вот, Неемия, 8 глава. Привет из стих. Вот, давай с седьмого. Давай вообще сначала. Тут понятно будет. И когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам. Это Неемия, 8 глава, 1 стиха. Своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре. Книжнику Ездре. Я сейчас докажу, что исследовали непростые люди. Чтобы он принес книгу закона Моисеева. Не народ приволок ее с собой, книгу толпой. Там какой-нибудь, там пергамент огромный. А книжнику Ездре сказали, что принес закон Моисеев. Это по этой книжке. Который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин. И всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. Более того, редко такое есть, что поминали еще женщин. Оказывается, есть. Почему? А женщины, сонаследницы вечной жизни, как оказывается, это апостол Павел сказал. А Господь сказал, в первой главе еще. Сотворил мужчину и женщину. Сотворил их. Вот так. То есть, так же, как мужчину сотворена была женщина. И все, что мужчине, все приписывается женщине. Значит, и она тоже должна знать закон. А для чего? А чтобы потом не отнекиваться. Да я там женщина, я ничего не знаю. Ты мне плохо передал, я не слышала. А теперь все нет. Стойте, дорогие, вы тоже здесь. А они стояли под дождем, еще написано. То есть, женщин что-то под дождем держали. Непонятно мне. Ну, читаем просто мы сейчас. Итак. Которые могли понимать. О! И женщин, и всех, которые могли понимать. То есть, и детишки стояли до какого-то возраста. Но и в семье не стоял. Однозначно. Значит, были какие-то нянюшки, которые с такими, как Евсеви, где-то нянчились недалеко. Они же не будут их под дождем держать. Значит, они где-то там. И они могли не слышать. Вот им передадут потом. Я так просто предполагаю. Иначе куда детей-то девать, действительно. Они будут их покритивать. Дальше. В первый день седьмого месяца. Третий. И читал из него, то есть, из этого свитка, на площади, которая перед водяными воротами. Не в храме оказывается, а на площади перед водяными воротами. Почему? А в храме нужно заниматься богослужением. А я еще думал, как в храме они это читали? Читают тоже, как покрышка. Дыравая. Перед водяными воротами большая площадь была, брат. От рассвета до полудня читали. У нас сейчас сколько выстоит? То есть, они не стояли однозначно. Они попадали бы все. То есть, они как-то возлежали. Где-то кто-то сидел, кто-то возлежал. От рассвета перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали. А подле него, по правую руку его, ты думаешь, а не раз так было? Да, конечно, нет. Стояли Маттефия и Шема, и Анаинья, и Урия, и Хелкия, и Маасия. А по левую руку его Федайя и Месаил. Это мужчины все. И Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешуллан. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. А для чего? А с собой ты принести не можешь. Мы видим, что ты эту книгу тащишь, не какую-то другую. Он ее волокет, она тяжелая, там свиток такой, я думаю, это не книга была. Это был свиток, вот такой, он тяжеленный был. И он его как-то поднимал, и все видели, что там он больше ничего не может поднимать. И когда он открыл ее, весь народ встал. Сейчас начнется Слово Божие. То есть человек, люди готовятся молитвой. Господи, сейчас там откроется Слово Твое. Они его давно не слышали, потому что каждый бы хотел туда заглянуть. Но не было слов. И даже более того, ты сейчас подсказку мне дал мощную. Сам того не понимая. Я не думал это раньше. Слово просто так нельзя было читать. Почему были начальники синагоги, и Христа ругали все время. Почему ты там в субботу исцеляешь и так далее. Не этим надо было заниматься. Мы же Слово Божие открываем. А ты тут со своими этими. Торжество было какое. Подумаешь, там кто-то сухорукий. Он тут 18 лет уже шарится туда-сюда. Замучил. С уважением относились к Слову Божию. Просто благоговеяли. И поэтому Христос... Благоговеяли, да. Да, Христос то, что делал. Ну да, ты молодец, исцелил. Но тут Слово Божие. А Господь говорит, забыли суд, милость и веру. Для чего Слово Божие? Для того, чтобы спасен был человек. А это человек, который сухорукий. Человек, который... С головой у него и так далее. Он не достоин спасения. Он не понимает ничего. Этот сухорукий у него всегда боль. Он может через раз слышит от боли. Как его спасти? А я тут решил его сделать здоровым. Чтобы он слушал Слово Божие. И включился в труд всего народа Божьего. Вот как надо было подходить. Они не рассуждали ни о чем. Забыли, говорят, суд, милость. То есть по милости. И веру. Он веру получит чистее. Кто из вас это может? Ты, конечно, здоровенький. У тебя все там хорошо. Ну, пускай ты беден. Ну, у тебя жена есть, дети. Труд какой-то. У тебя там... Тебя не скрючило ничего. Понимаешь? Тут надо в полноте прям исследовать Писание. Прям добираться до глубин. Знать человека. Не только как мне хорошо одному и теперь все. А другим плохо. И гляди. А ты уже открыл? Я хотел просто как раз переключиться на мысль такую, что... Тоже восьмой стих. Там седьмой, да? Седьмой. Не, я хотел до конца дочитать. Хорошо. Шестой. Давай ты восьмой будешь. И шестой стих. И благословил ездра Господа Бога Великого. У нас почему-то так не говорится сейчас. И весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои. Не три раза, а два. И поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шеревия. Это другие уже имена. И Аминь, Акуф, Шафтай, Годия, Моасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и левиты поясняли народу закон. И левиты поясняли народу закон. Между тем, как народ стоял на своем месте. Это кто были? Или они князья были? То есть, или старейшины главные там в народе по коленам. Или же они были... Видишь, тут написано и левиты. Значит, они не левиты. Или священники. Да. Ну, это я и говорю, потому что непонятно. Поясняли народу закон. А, или чтецы. Тоже они могли стоять впереди. Хотя, вот тут перечисляются. Вот это по правую руку, по левую. Это может быть чтецы. А вот это вот может священники, да. Ну, то есть, только догадываемся пока. Может, подсказка будет? Сейчас посмотрим. И гляди на... И поясняли народу закон. Между тем, как народ стоял на своем месте. Теперь ты можешь читать восьмое. Вопрос. Было ли толкование? Так ты читай. Тут написано это все. Я прочитал. А я знал об этом. Предварить вопросом. Как раз, потому что вопрос такой. Допустим. А было ли толкование закона? Брат, тут написано поясняли народу. Это стих такой. Да, поясняли народу. И восьмой стих говорит. Написано. И читали из книги. Из закона Божия. Внятно. Внятно. И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Все. Всех священников закопать сейчас. И вместе с патриархом. И все. Еще прочитают. Они не нужны. Понимаешь? Еще раз прочитают. Это кошмар просто. И читали из закона. Из закона Божия. Внятно. И присоединяли. Внятно. А у нас что? И народ понимал прочитанное. Толкование всегда присоединяли. У нас. Почему они толкование после этого не читают? Зачем они какую-то от себя тяну эти проповеди пустышки гонят и гонят? Почему нельзя как у нас стал брат прочитал толкование? То есть вот какое отношение было к священному писанию, к закону Божию? И чтобы все все понимали. Понимаешь? И теперь мы выходим. Брат. Как у тебя с этим? Да, я что-то это забыл. Давно слышал уже. Ну да. Вот там кто-то не сделал. Надо вот идти жертву мирную приносить Господу уже. А другое. Мне за грех надо. Я больше того. Я вот это вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну то есть. Вот так вот они что? А может к священнику подходили и говорили. А я вот это вот не делал. Забыл. Что-то отец мне тоже говорил. Я сейчас помню. Ну все там. Давай тельца. Тельца. Ты что-то такое допустил. А кому-то сказали. Ну что ж, брат. Если там так было, то давай голубицу хотя бы там принеси в жертву. А вот теперь после этих событий прочитаем опять Евангелие Трана, 5 глава. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь, жить. Как вот совместить. Вот это чтение внимательное, толкование. И опять после, через определенное время Христос говорит, исследуйте Писание. Так а они же... У меня теперь, у меня теперь еще более конкретный вопрос. Исследуйте Писание о жизни вечной. Как вам жить? Вот в чем смысл. Не просто тему, как это... Не просто там общее что-то по тематикам. Не могли ли они ответить, мы так мы исследуем. Вот, пожалуйста, пример. Они бы хотели так ответить, но им очень мало известно. Если мы сейчас начнем Ветхий Завет переиллюстрировать, мы ничего не найдем такого явного. Наоборот, очень много непонятных мест мы найдем. Допустим, 53 главу. Или, допустим, Иова мы найдем. С 38 главы, начиная по 40. Много непонятного? То есть, кто прав, кто виноват? Господь так отвечает. Иов так дерзко с Богом разговаривал. И вдруг ему все прощено, удвоено все, умножено. А эти друзья должны исповедаться пред Богом. И у Иова просить прощения. Хотя Господь на них никаких болезней не посылал. Они нормально все прошли, прожили хорошо. Они мне вывезли это. Не вывезли просто. Вот и все. А Иов смог. Я хотел сейчас прочитать из Святого Иоанна Заветовуста как раз. Так а еще мы не дочитаем. Девятый стих. Тогда Нееме, он же Тершафа и книжник Езда, священник. А Нееме был чтец. Учивший народ. Учивший. Сказали всему народу. Мы понимаем, кто учил народ. Не просто народ учил сам себя. Сказали всему народу. День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте. Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Очень давно не слышали они его. И сказал им. Пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое. И посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь. Потому что радость пред Господом подкрепление для вас. И левиты успокаивали народ весь. Говоря, перестаньте, ибо день сей свят. Не печальтесь. Понятно, кто занимался учением народа. Дальше книжники, дальше чтецы, священники, надо полагать, все-таки. Это были священники, кого перечислили. И, ну, не знаю, больше никого нету, я не вижу. То есть, не просто народ выходили из народа и начинали читать. Мне вот, допустим, вопрос теперь. И когда в синагоге Христос вышел и начал читать, почему именно он шел? Он шел, там какой-то у них... Или этот праздник был, что ему исполнилось 30 лет, и он вышел читать. То есть, дают тем, которые стали мужами. Как на дне рождения, в общем. Это подарок такой тебе. И ты вышел. Или же была череда, мужчины читали по очереди, и его череда настала. Или же знак ему сделал от Господа, конечно, это начальник синагоги, который... начальники были всегда в синагоге, которые хранили свиток. Там закрыто было на амбарный замок. Вот так ты не зайдешь туда, как у нас даже в храме. А что там воровать? Ну, что там вот в храмах воровать? Ты зашел, посмотрел, все по золоте. Ну, это... чаша тебе не нужна вот такая витеватая. Ну, ничего интересного вору нету. И поэтому у нас все всегда открыто. Целый день там открыто. Заходи, кто хочет. Иной раз зайдешь, ну, там, эти продавцы стоят. И там, ну, два-три человека ходят, что-то там переговариваются. Священник туда-сюда там мелькает, что-то бегает. Все, ничего нет больше. А тут не так было. Тут люди собирались торжественно, в субботу. То есть, как мы, в воскресенье. Зная, что будет. А потом поучение. Толкование, поучение. Начинали... начиналась общинная жизнь. Люди, которые здесь жили, рядом, это община была. Братьев, сестер. Они какие-то там приносили свои вопросы. Разбирали их. Потому что надо было знать, я согрешил там или нет. Я вот это... насколько я согрешил. Раз прошло, все нормально. Мирная жертва. Все мирная. Пред Господом. Или жертва всесожжения. Просто отблагодарить Господа и все. А если жертва за грех? Так, на сколько я натянул? На тельца или на барашка? Ну, где-то между тельцовым барашком. Ну, все-таки. А что, если принести барашка и горлицу? Ах ты, какой я перед Богом решил выкрутиться. Да, и приходишь к жене и говоришь, ну, что? Все, я поговорил. Ну, и что она такая тебе? Ну, и что они, что ж такие там? Ну, Женя всегда. Ну, и что? Ну, что? Ну, на тельца. Опять ты? Что я тебе все время говорю? Почему-то? Интересно у них жизнь была, да? У нас такого сейчас нету, как бы. Кто, ну, согрешил там, ну, согрешил, ты сам согрешил. Понятно, иди вот и кайся. И на деньги, главное, не попадаешь-то. Не, у нас-то попадаешь там. Надо принести свечку купить, потом там бабке десятку оставить или сотку. Сейчас на поднос, когда перед ним идешь исповедоваться-то. Или пачку свечей. Ну, бабушке там свечку несут или какую-нибудь там десятку. Раньше я видел десятки. Сейчас побольше, наверное, несут уже. Ну, и все. А тут, представь себе, быка нужно принести. А ты живешь так себе. А у тебя грех такой, что... Ну, и у тебя совесть тебя мучит. Ну, ты верующий, получается. Вот что дело. И в следующий раз ты уже будешь думать. Согрешить ты это или не согрешить? Нет уж, я не буду грешить лучше. Быка. Кусается, понимаешь? И самое главное, что... Теперь получается, что глаз да глаз был за всеми у них. Глаз да глаз. Что ты там сделал? Насколько ты забор перенес там? Оставил ты два метра плодов от дороги? Или меньше? И тебя уже раз будет проходить мимо там, брат там, ну, допустим, Матафия какой-нибудь. И он тебе скажет, Матфей, ты там на 20 сантиметров... Вот там у дороги 10 метров в длину, у тебя на 20 сантиметров меньше. Я замерил. Ты такой, да я как-то не замерил. А там видно, пойди, посмотри. Ты туда, конечно, придешь, промеришь. А брат тебе хорошо облечил. У него глаз намет, а не чем за свое добро. А ты тогда на его добро уже. Что там у него яблоки растут? Сколько там у него? Уже будешь знать тоже, что ему сказать. И все, в следующий раз у тебя четко два метра будет. То и два, двадцать даже. Заходите, гости дорогие, берите все, что вдоль дороги. Они шли и рвали колоси. Два метра от дороги, стоя с другой стороны. Ты мог идти, любой мог сорвать и поесть. И они шли. Они могли прям нарвать колосков, чтобы себе сделать лепешку. Но есть хотели. Христос ходит и ходит. На сорок дней мог поститься. И они вот там растирают и зернышки эти, и дробят их зубами. Это же такой труд, там зубов не останется. Корову у них зубы, они постоянно подрастают. Вот так и его там, они не перетирают хорошо. А человеку это плохо. И они его укорили. Начали его и учеников не укорять просто, а судить уже. В аду вам место за то, что вы это делаете. Вы законы нарушаете. Они ничего не нарушили. Потому что Христос сказал, а как же тогда быть с Авиафаром, который отдал хлебопреклажение Давиду и тех, кто был с ними. Им нельзя было это есть. А почему такое обстоятельство? И у Мои тоже люди голодные идут здесь. Братья. А вы судите. Ну вот ответ на то, что было Неемия 8,8, было прочитано, когда исследовали, читали священное, читали закон Божий и толкование. И после этого, и вот через определенное время, как дошло до того, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вот ответ для себя нашел у святого Иоанна Затоустова. По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания. То, что я говорил про совесть. Отвержение благодати привело к появлению священности. Священного Писания, я так понимаю. Если его исследовать, священное Писание, и эту благодать все равно в сердце свое не принимать, то, наверное, мы и придем к тому, что человек будет... Ну тут о Новом Завете говорится, да, или обо всем. Тут еще это только начинается Евангелие от Матфея. То есть самое начало, это вот первые-первыхые слова тут по тексту идут. Самые первые слова, Евангелие от Матфея. А, ну да, это говорится о Евангелии. Это не о всем Писании. О Евангелии говорится. Бог дал Писание. Господь дал Писание народу. А здесь уже говорится конкретно учение целое. Но если... А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как и с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же, когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали и наставления через них. Значит, это все. И так было не только со святыми в Ветхом Завете, но как известно и в Новом. Так и апостолам Бог не дал чего-либо писаного, а обещал вместо Писания даровать благодать Духа. То есть, потеря Духа... Брат, но мне не это заботит, ты куда-то ушел уже, ты уже в другую тематику ушел. Мне... Моя тематика такая сейчас. Кто исследует Писание? Все. Кто исследует Писание? Сейчас, или раньше? Ты же сейчас заметил, Иоанн Златуус говорит обо всем. Обо всех. У нас нету сейчас разделения на Ветхий и Новый Завет. Все. Я думал, что может быть он о Новом говорит. Я вижу, о Ветхом говорит это он. Значит, теперь конкретно вообще стоит вопрос. Кто исследует Писание? Перед кем стоит народ и внимает исследуемому? И вот теперь дальше мы не дочитали. Ты остановился. 12 стих. И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем. Ибо поняли слова, которые сказали им. Ибо поняли, написано слова. 13 стих. На другой день собрались главы поколений от всего народа. То есть, это еще не все. Главы поколений собрались теперь. А дальше священники. Вон, наконец-то священники. Сестра впередила время прям. И левиты, и книжнику ездри. Книжнику собрались. Он книжник был ездра. А неемия был чтец. Чтобы он изъяснял им слова закона. Так, позвольте. Позвольте. А они стоят там, по правую, по левую. Потом еще перечисления. И народу читают это все. И у них, у книжников, у священников, у глав поколений. Вдруг. А может это главы поколений были. Ну, непонятно. Вдруг возникают вопросы. И они еще раз приходят к ездри, к книжнику, чтобы он им изъяснил. А откуда взялось на другой день? Народ приходит к ним и задает им вопросы. А вот это вот почему? А это как? А это что? И они это или записывают, или запоминают. И теперь приходят к ездри, к книжнику, с этими вопросами. Вот как все происходило. Чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея. Чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. Вот вопрос какой был. А что за кущи там? А вот. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме. Говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой. И ветви маслины дикой. И ветви миртовой. И ветви пальмовой. И ветви других широколистых дерев. Широколистые даже есть слова. Чтобы сделать кущи по написанному. То есть шалаши. И пошел весь народ. И принесли. А тут теперь идет дела. После того, как они задали вопрос. Не понимая. Книжник ответил. И они начинают исполнять. Теперь. Понимаете? Она начинает все это нести. На каждой на кролю свою. И на дворах своих. И на дворах Дома Божия. И на площади у водяных ворот. И на площади у Ефремовых ворот. То есть уже она собиралась. Много. Ну палатку поставить это не. Не постоять одному человеку. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи. И жило в кущах одни Иисуса. Сына Новина. До этого дня не делали так. Так сыны. Ничего себе. От Иисуса Новина. Не делали этого. То есть от судей. А потом там помните последние главы. С девятнадцатой главы судей. Там начинается просто хаос в стране. Хаос. Когда судей не было. Помните там этот левит. Повел свою наложницу. Или жену непонятно. Кто она ему. Так и написано. Она убежала к отцу. А он ее назад повел. И ее там убили. Ну заизнасиловали. До того что она умерла. И он ее разрезал на одиннадцать частей. И отправил все колена. Чтобы показать что сделали вениамитяне. Одной из колен Израиля. И вениамитяне насиловали жену этого левита. Который по-моему ефремлянин был. И в конечном итоге они так с ними бились. С этими вениамитянами. Как сейчас. Ну у нас там бьются. Два можно сказать родных брата. Так бились что осталось шестьсот человек. Вот прям на сегодня сиди. Переводи и все. И поэтому у нас высокоточное оружие. Только убивают тех кто оружие. А те кто гражданских их не трогают. Почему? Это же наш народ. Это натурально наш народ. Белорусы мне понятно. Они прям ну слитно. Монолитно. А здесь то произошло. Понятно оболгали. Один другого оболгал. Младший брат оболгал старшего. Позавидовал. Позавидовал. Все началось с газа. В конечном итоге. Сказали что и всегда так было. И этот народ. Наш народ. До того гнобил что мы голодать начали. Там поумирало настолько. А в этот момент старшему брату хуже было. Хуже. Намного больше умерло от голода. В то же время. Это все понятно. Но оболгали. Прибежали тут еще друзья из-за границы. Помогли так сказать оболгать. И все. Да и 17. Все общество возвратившихся из плена. Делать так. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день. От первого дня до последнего. 21 год. Это праздник. Это 21 день. И праздновали праздник 7 дней. А нет 7 дней. А 8 день по празднеству по уставу. А это этот самый праздник. 21 день. Это урожай. Праздник. Принесение. Юбилейное. Вот. То есть от первого до восьмого дня. Читали из книги закона. Каждый день. А для чего? Чтобы народ насытился. И теперь понятно нам. Почему 3 раза в год народ собирался. Все. Когда одного человека. И слушали Слово Божие. У них не было Слово Божие. Но. Тогда стали создаваться синагоги. Почему? Народ жаждал слышать Слово Божие. И видать. Начали делать переписи. Прям целую школу создали переписки. Начали переписывать. И в каждую эту отправлять в селение. Сначала большие виды селения отправляли. Делали синагоги. Почему не сказано. А он нам синагогу сделал. То есть римский военный какой-то начальник. Командир римского подразделения. Богатый видать. Благочестивый. Духовно это все как-то воспринял. Закон Божий. Видать услышал его. И он решил построить где-то. Или в предместе Иерусалима. Или в каком-то населенном пункте. Где еще не построили синагогу. Они ходили в другую синагогу. В другой населенный пункт. Чтобы читать Слово Божие. Каждую неделю. И они говорят благоговейно. Он нам помог построить синагогу. Или построил синагогу. Понимаешь? Как это было важно для них. Почему? Потому что у них ни у кого не было этих книг. Мы теперь видим. И когда Господь говорит исследуйте. Вот сейчас мы завершаем уже все это. Он говорит не к простым людям. К простым людям тоже он когда обращается. Но главное это те. Кто будут исследовать. Толкование читать. Выходить комментарии делать. Как книжники Ездра. Книжники. Вот кто они такие были. Книжники. А теперь где мы еще возьмем. А теперь вторая глава. Евангелие от Луки. Когда идут волхвы. И задают вопрос. Сейчас новый завет. Как есть? Евангелие от Луки. Ну там по-моему десятый надо. Ой. Куда съезжать? Вторая глава. Так. И родила сына. И родила сына. Представа Луки. Сказала Мангел. Здесь пастуха. Венезер многочисленная. Ну подальше. Сейчас. Ну как только пойдет об этих волхвах. Евангелие от Матфея. Нет. Нет. Должно быть от Луки. А может от Матфея. От Матфея. А. От Матфея. Евангелие от Матфея. Вторая глава. Вторая глава. Евангелие от Матфея. Да. И где родившийся. Да. Да. Евангелие от Матфея. И когда видели звезды. Встревожился. И собрав всех первосвященников и книжников народных. Спрашивал у них. Где должно родиться Христу. Не народ собрал. Народ. И народная мудрость такая отвечает. Мы здесь. Я здесь. Нет. Ничего. Собирает книжников. Без всяких там признаков каких-то народных. А у нас сейчас как. Ну. Там. Мы все веруем. Патриарх. Мы все веруем неправильно. Мы грешники. А вот там. В глубинах народных. На Таймыре. Или может быть на Чукотке. А там одни чукчи. И таймырцы. Такие же. Ходят. Вот у них. Наша священная народная мудрость от Бога. Вот туда нужно плыть нам и идти пешком учиться. Вот там все знают. Оттуда приедешь. В шар катится. То есть. Ничего нету. Они за оленями только ухаживают. И все. Где ваша книга? А где ваша народная мудрость? Народники были. Передел. Черный передел. Народная воля. Ходили в народ. Потому что думали. Что есть такая народная мудрость. Действительно. И только им подсказать немного. И она в них как раскроется. Как пойдет эта мудрость-то гулять. И все освободятся. И станут свободными. Пришли. А народ-то еще. По черному бани топит. В этих хороших домах. Туалеты устраивают. Как и Чукчик. Кстати. В анекдоте. А куда ходить? Ходите в туалет. А в зал показывают. А тундра ходим. Тундра. А живут на балконе. Привыкли к холодной погоде. А туалет. Тундра ходим. В зал. Так и русские тоже. Построил там этот. Князь Голицын. Дома новые. И так далее. И банки. Они в банке живут. А в туалет ходят. В дом. Это Лесков описывает. Я ничего не придумал. И они же сказали ему. Вифлеем Иудейском. Пятый стих. Ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем. Земля Иудина. Это прям слово Божие. Ничем не меньше воеводств Иудинах. Ибо из тебя произойдет вождь. Который упасет народ мой Израиля. Все. И Иудин поверил. Потому что тайно призвал волхов. Выведал от них время появления звезды. И послав их к Вифлеем. Сказал. Пойдите тщательно разведайте младенцы. И когда найдете. Известите меня. Чтобы и мне пойти поклониться ему. Перемудрил тут он немного. Но это Господь так сделал конечно. Он должен был с ними отряд послать. И так далее. И главное. Они выслушав царя пошли. И все звезда. Которую видели они на востоке. Шла перед ними. Как наконец пришла и остановилась над местом. Где был младенец. И увидев же звезду. Они возрадовались радостью. Весьма великою. И увидели младенца. Все. Точно они рассказали. Книжники. По слову Божьему нашли. Исследовав Писание. Вот в данном моменте. Господь дал им такую мудрость. Что они исследовали. И точно указали Ироду. По Писанию. Именно книжники. Ни народ никакой не указывал. Ничего. Поэтому. Но при этом. В толковании написано. Сказал думаете. Объявляет. Что они поистине. Никакой пользы от них. Писание не получали. Так как ожидали спасения. От одного только чтения. Не прилагая веры. То есть знание у них было. А как это. Веры. Именно. Ну то есть они понимали. В палатках. В кущах жили. А для чего это. Так и не поняли. Вот. Уже четко написано. Они же сказали ему. Вифлееме Иудейском. Четко. Когда. Христос родился в Вифлееме Иудейском. Да. Ибо так написано через пророка. И ты Вифлеем. Земля Иудин. Ничем не меньше. И воевоз ты Иудинах. Ибо из тебя произойдет вождь. Вождь который упасет на рот мой Израиль. Почему не задали вопрос. Вообще не задавали. Нет. Они видят Христа. Они говорят о нем как о Мессии. Даже уже понятие. Вопрос то почему не задали. А ты в Вифлееме родился. Они могли. Но они ничего не задают. Неужели об этом никто не знал. Даже действия Христа сравнивать с действиями пророка. Понимаешь брат. Чудеса какие он делал. Сравнить когда ты родился. Задать вопрос. Дело все в том что разговор идет именно о вере. И они так как он тайно призвал Ирод. А Ирод это был кошмар. Это как Сталин. Лучше вопросов не задавать никому. Он послал туда войска. Младенцев убивайте. Их убивали. Но все это было тайно. Чтобы никто не видел. Потому что нигде в историографии не написано об этом. То есть все было тайно сделано. Понимаешь. Поэтому просто не могли. Не могло это распространиться. По всей Иудее. Что в Вифлееме. Вот там и так далее. Не все знали об этом событии. Да. Не все знали. Ну кто то знал понятно. Книжники эти самые. Которые. Они конечно кому то там и своих книжников рассказали. И они могли бы задать вопрос Христу. А вот нам в свое время Ирод говорил. Это о тебе было или нет. 30 лет всего. Кому то там из них было 20 в этот момент. Из книжников. Молодежь всегда вперед рвет копки. Кто то был постарше. Кто то помер. Но были и те которые живы. Но они не задали ему этот вопрос. Они просто сказали. Что ты Вильзеву. Или его сын. И все. Поэтому наше дело тут. Вопрос такой мной был поставлен. Кто. Кто исследовал Писание. Кто. И слово вы. Относится и к простому народу. А где это мы тоже узнаем. А мы это узнаем от Нафанаила. Нафанаил. К нему пришел Филипп. И говорит. Сходи там. Иисус из Назарета. Он и говорит. А из Назарета. Из Назарета. Может быть что доброе. А он ему не сказал. Что он из Вифлеема. Почему. А Христос не из Вифлеема. В этот момент не из Вифлеема был. А видели его все в Назарете. Помогал отцу. Там может и рыбачил даже с ними. Почему бы нет. Возможно и предполагали. Что он там родился. Но не до конца исследовали. Да. Не до конца исследовали. И все. То есть. Но Нафанаил. Был тоже любитель исследования. Он все запоминал. И он был мозговой центр. Запоминание. Исследования. У этой группы учеников. Мозговой центр. Я так понимаю. Что к Нафанаилу все обращались. И Господь сразу его определил. И сказал. В нем нет лукавства. Он то есть. Как что ему говорили исследователи. Он это принимал. Принимал. И анализировал. Правильно или нет. Потом. И анализ то точно сопоставил. Что Христос не тот. Не Мессия. Ну когда поговорил. Он понял. Что по словам Христа. Что очень близко. И он поэтому говорит. Ты Сын Божий. Такое может открыться. Только тому. Кто очень верует. Исследует Писание. Сын Божий. Ну то есть. Все время думает. О Господе. Как праведник. Вот он сказал. Ты праведный человек. Ты исследуешь Писание. А Господь ему говорит. Ну. Ты увидишь другое. Как ангелы будут. Не спускаться. И спускаться с небес. И он правда это когда то увидел. Вот так. То есть. Были среди простого народа. Афанаева. Какое занятие было. Если все там было. Ну написано. Что он в какой-то отдаленной деревушке был. И там он молился под деревом. Возможно он какие-то. Был садовник или что. Плоды какие-то выращивал. Что-то такое. Ну. Возможно он тот же плотник был. Но был ли он книжником? Нет. Да нет конечно. Нет. Нет. Ты что. Нет. Нет. Не был книжником. Книжники они все сидели там где надо. Там библиотека была. Там. В Иерусалиме. А в каких-то городах. По каким-то городам весям. Нет. Ну были родные. Может быть там у них. Они ходили к ним. А потом дальше шли и толковали. Им надо было каждую неделю в субботу. Приходить в какую-то синагогу в Иерусалиме. Они там распределялись. И там исследовать дальше. Говорить толкование свое. Отвечать на вопросы людей. Как мы вот сейчас собираемся. Только у нас. Ну. Все понимают как жить. Причем люди которые. У них все нормально. С этим делом. Поэтому их тут и нет. Ну. Среди нас тоже есть у кого все нормально с этим делом. Но. Внутри должна быть вера. Тогда ты будешь здесь исследовать. Вот они же сейчас спроси их. Они ничего этого не знают. Ничего не ответят. То есть понимание о Христе. Появлялось у людей в основном не книжных. Простых. Потому что у них вера была. Простых людей. Веры не хватало книжников. Вот у них вера была. Да. Не совпадение как у нас с баптистами. У православных с баптистами. У баптистов есть вера. Уверовать в Евангелие. И все вот. Как написано. Они так и берут. Они вот как на фанаил. Он говорит. Которым нет лукавства. И вот они такие идут вперед. А действительно. Чтобы исследовать. Исследовать Писание до конца. Это должно быть у православных. Но. У них нету этого. А есть у кого. У Игнатия Тихоныча Лапкина. А. Он близко к патриарху стоит. Ну да. Седьмая вода на Киселесе. Десять лаптей по карте. Очень близко. Знать его не хотят. Хотя все знают о нем. И понимают. Совесть открывается у них. Но вот однако. Вот. Иван Биатана. Третья глава. Первого стиха. Между фарисеями все таки. Был некто. Не именем Никодим. Один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью. И сказал ему. Рави. Мы знаем. Что ты учитель. Пришедший от Бога. Ибо таких чудес. Какие ты творишь. Никто не может творить. Если не будет с ним Бог. Кто это мы знаем. То есть. Возможно. Среди фарисеев. Иосиф Аримафейский. Среди фарисеев были. Гамалии. Знали. Но просто молчали. Понимали. Молчали. Они понимали. Они рассудили. Правильно разъяснили. Исследовали. То есть. Не все книжники не приняли. А вот были люди. Он пришел к Иисусу. И когда говорят. Вы там фарисеи. А апостол Павел говорит. И я фарисея. Это фарисея. Или слово мы знаем. Он относится к себе. Что вот мы форма речи. О людях. О людях. И мы кое-кого знаем. Иосиф Аримафейский. Гамалиил. Это точно. Они не просто знакомы. Они там сидели в одном месте. Иосиф Аримафейский. Он князь был. Старший. То есть. Как старейшина. У них князья там допустим. Бенгуры. Бенгуры были. Они тоже были князья все. И вот Иуда Бенгур. Произведение. Там конкретно взят один из образов. Главного персонажа. Он взят от племени. Племени родословной. Вот этих Бенгуров. Бенгуров. Бен это сын Гуров. То есть. И так из поколения в поколение. Поставлялось только имя. И Гуры были. Это князья прям написано. Они там помогали Давиду тоже. Еще оттуда идет. Ну вот это было ночью. То есть. Апостолы ходили днем. Со Христом открыто. Ну ему нельзя было. Ты понимаешь. Что это. Те люди. От которых зависит. Все постановление. Это то же самое. Как допустим сейчас. Шойгу. Отпустить. Куда-нибудь на Украину погулять. Ну там. Съездить куда-нибудь там. На Днепр. Полюбоваться. На источники. На источники какие-нибудь. Представь его взяли. Ну ладно не Шойгу. Ладно какого-нибудь генерала. Они убили-то тут генералов двоих. Одного в диверсионном. А другого где-то бомба попала. И до коней. Или подорвался на меня. И они. Ооо. Мы там генералы. Да нет. Полковник один. Два полковника. Не генералы. И ооо. Мы там полковников. Столько набили. Убили. Радуются. Просто убили. А здесь при старте захватил его. Поэтому конечно они не могли выдать себя. Поэтому ночью он и ходил ко Христу. Он понимал что с ним будет. А потом были такие моменты. Когда за Христом ходили. И воины пришли. И когда Христос там чудеса сделал. Ответил там на вопросы. Они не смогли его взять. Пришли и сказали. А мы никогда такого человека не видели. Не слышали. И их не убили. Ничего. Почему? Потому что из среды самих. Вот этих книжников. Ну. Парисеев. Там. Саддукеев. Были люди. Которые. Ну. Понимали. Что. Христос неординарный человек. И они просто не дали убить этих. Ну и впоследствии апостол Павел. Бывший Савал. Он тоже как раз из среды был. Людей. Но он уже начал открыто. Он был фарисеев. Он. Он прям был вхож. К первосвященнику. Взял у первосвященника верительное письмо. Вот так вот. А первосвященники. Как вот. Я слушал тут один этот. Иудейский раввин. Сегодняшний. Фенкель там такой есть. Он. Ну. Вообще говорит. Что. Саддукеи были. Первосвященники были саддукеи все. Я не знаю. Куда это он взял. Ну это еще я не уверен. Ну почему из фарисеев нельзя что ли было. Ну говорит. Ну в основном были. Саддукеи были из саддукеев. Иногда ранят. Да. Понимаешь это же колено Ааронова. Не колено. А родословие семейства Ааронова. И поэтому как бы там старший. И действительно если он саддукеем стал. То ты там против баки не попрешь. Ну тут просто надо знать особенности фарисеев и саддукеев очень нехорошо. И поэтому. И он говорит что между ними были прям там целые бунты. Они там между ними резались они там. И поэтому он говорит что никак апостол Павел не мог служить там первосвященнику. Ну не мог то не мог. Но было такое время когда саддукеи и фарисеи объединялись против Христа. А здесь почему не объединиться против Христа. Ну пускай они. То что гражда была это так. Это сам апостол Павел подсказал. Когда сказал. Братья за чаяния воскресения мертвых меня здесь судят. И у них началась распря резко между фарисеями и саддукеями. Которые не верят в ангелов. В воскресение и в душу написано вот так. Марина хотела что. О Марина. Давно? Блаженный Августин считает что Нафанаил и Симон Зелот это одно и то же мальцов. И какой вывод мой из этого? Ну то что Зелот. Ты просто спрашивал кто он был. Зелот. Зелот это та самая партия которая военным путем ликвидирует рибское правительство. Как ты себе не задавал вопрос вот именно насколько апостолы были связаны ну или как бы приобщены к учению книжников. То есть насколько они глубоко были в знаниях закона. Или они кто-то я как бы вот апостолы да избрал Господь вот этих и я не задавал вопрос почему им их избрал. Ну они были избраны достойно этого избрания. А вот какой они имели статус в обществе. Ну вот да о ком то написано но вот Зелоты они например. Да какой статус рыбаки брат. А вот Зелоты были они вот какие-нибудь из... Только среди простого народа. Только среди простого народа все это было. То есть апостолы были все... Если фарисеев и садукеев поддерживали то не напрямую. Просто внутри гордились что есть такие люди которые готовы жизнь отдать. То есть они могли себя внутренне как бы ну вот вот быть за эту партию да за фарисеев например. Да. Я вот за Зелоты за садукеев. А при этом он оставался простым человеком там либо родником либо земледельцем. Но я думаю что когда пришел Иоанн Креститель, Иоанн Креститель отсеял среди фарисеев, садукеев, книжников там и других. Там от Старейшин кто там был, кому привязан конкретно какой-то личности великой как бы в то время. Ну как у нас депутатам. У нас сколько партий того? Это люди авторитетные, к ним там целые проценты людей идут. А это миллионы можно сказать. И думаю Иоанн Креститель отсеял всех кто мог потом прийти ко Христу. Когда шел о крещении и говорил ну все да мы дальше не пойдем. Когда о крещении он им говорил ну крестил вернее их очищал то есть и говорил почему это делать и что будет дальше. Что придет тот кто впереди меня придет сейчас скоро. И потом сказал что я как как луна умоляюсь а он как солнце восстает. Я вот сейчас пытаюсь найти местописание где написано что Ирод и Понтий Пилат стали друзьями. Какое это местописание? Это и после этого они стали друзьями. Это как раз к вопросу о том что против Христа объединились вроде бы такие люди которые... Это или Матфея 27 глава, нет не 27, 26 глава Матфея или Луки 23. Потому что как бы Савва... Давай ты Матфея смотри я Луку. Так Луки 23 повели к Пилату и узнав что он из области Ирод послал к Ироду надеюсь что и предлагал ему многие вот которые священники не стояли и всеми обвиняли, но Ирод надсмеялся и сделался... Иван Галилович 23 глава 12 стих. То есть к тому что объединялись люди. Объединялись. Как против Христа. Да. То есть если Саввал идет против христиан то он мог подойти к первосвященнику даже если предположить что он был саддукеем хотя у меня нет достоверной информации. Да нет они точно тогда знали ну саддукеи саддукеи ну не верит и не верит понятно но мы верим они там между собой доказательства я не думаю что они там дрались это мне кажется дело все в том что этот фенкель он как отвечает на вопрос почему распяли евреи Христа. Он говорит так что Христос это был пророк от Бога действительно делал многие чудеса и так далее и распяли его саддукеи ну то есть отдали на распятие римлянам саддукеи а саддукеи это страшная секта страшная секта тогда в иудаизме у иудеев. Они отрицали ангелов там душу отрицали воскресение там то есть спасение еврейское а это самое важное было то есть вот каким путем они сейчас пошли хитромудрым тут понял и поэтому он говорит они саддукеи с фарисеями там дрались там резались там и так далее это для того чтобы нагнать большую фарсу как говорится. Да уже закопались ну это брат он такой есть брат впервые после своего приезда он принимает участие вы видите какой докопщик он с ним можно сидеть 5 часов и вот брат этот явился катализатором начала занятий всех вон в той комнатке мы с ним первый раз занимались 45 минут подготовились по месту писания и когда прозанимались то вы поняли что нужно других братьев сестер чтобы они послушали до чего можно дойти если ты начинаешь исследовать а у нас не было еще вот эти поисковые все из головы раньше то надо было да ну сколько там помощь у нас вот так вот время занятий можно мысль появилась например да можно сразу и ты златоуста можешь найти Василия Великого там многих не надо Василий Великий златоуст и Фрем Сирин ну может еще кто то и все святые отцы которые там о многом писали по слову Божьему ну кто то еще попадется пожалуйста Августин там допустим хочется помолиться о тех кто делает такие приложения братья братья у нас и вообще сначала не братья там кто то кто то говорю кто делает какой то иностранец тоже там типа кореец ха ха да ха тимофей ха да господи помилуй да я помолился вначале надо кого то достойно истину блажите тя богородицу присноблаженную и пренеборочную и матерь бога наши год честнейшую херувин и славнейшую без сомнения серафим без искления бога слова родшую сущую богородицу тя величай благотаю тебя господи за возможность слышать слово твое и понимать его потолкованием за возможность пользоваться средствами которые позволяют ускорить это все благослови господи слава тебе отец и святой дух аминь аминь у нас вот эти братья они там сейчас программах навлатыкались и когда занятия идут начинают на что-то рассуждать они прям находят златоуста и так там и начинают и а у меня тут есть златоуста и так далее я говорю братья вам просто повезло если и они прям зачитывают просто златоуста и все нашли там слова нет на экран не выводят а потом там они в чат выбрасывают это все и читай сам сколько хочешь я говорю себе чтобы ну да себе выводят и потом читают все мы ты думаешь ну ничего себе у нас то это так чтобы найти только их натихнуть так мог а мы-то басоладки а теперь видишь-то и и